вы на канале диктатура закона здравствуйте бытует мнение о том что каспий банк якобы не подчиняется законам и практически его невозможно выиграть в суде сегодня этот миф будет разрушен итак друзья в эфире непридуманные истории из жизни казахстанцев поехали для начала проговорю до заезженная тема но не менее популярная у нас много материала на тему каспий уж поверьте но мы лишь делимся самыми интересными из них да и в принципе все исправить в руках каспий банка если с вами не хотят говорить нет решительно никакого смысла случаться в эту дверь меняйте подход небольшая предыстория в далеком 2012 году каспий банк через суд взыскал сумму денег у своего клиента по договору займа годом позже этому клиенту нужно было рассчитаться с долгами и он продал свою квартиру и несмотря на то что он остался на улице где-то в глубине души он был счастлив так как не испытывал больше стресса и некого ограничения и огорчения но как показала жизнь счастье длилось недолго ровно через шесть лет каспий снова нарисовался и подал заявление о применении процедуры индексации вот что за отношение к клиентам за кредит рассчитались справку о прекращении кредитных обязательств получили ну все успокойся нет нужно же вспомнить про давнего клиента и через шесть лет подать на него в суд для взыскания более 1 миллиона тенге на пустом месте как так то мы взяли за это дело разработали стратегию выбрали способ юридической защиты и отстояли интересы бывшего заемщика в итоге в удовлетворении требований акционерного общества каспий банк об индексации присужденных денежных сумм было отказано сейчас наверняка хейтеры начнут говорить что нет ничего сложного в этом деле примени сроки исковой давности делов то хочу сразу завернуть таких юристов действующим законодательством не предусмотрены сроки обращения в суд с требованием о взыскании индексации ну нет такой статьи индексация по своей природе не является исковым а представляет собой компенсационный механизм возмещение потери взыскателя как думаете друзья банк согласился с таким решением суда и закончилась ли на этом история совершенно точно нет нам пришлось идти в апелляционную инстанцию и защищать судебное решение перед каспий банком и как результат определение алматинского районного суда города нуртултан от 17 сентября девятнадцатого года об отказе в удовлетворении заявление о каспий банк об индексации присужденных сумм по делу оставлено без изменений частная жалоба каски банка оставлено без удовлетворения у вас информация неверно значит есть человек который уже поговорил до вас либо вместо вас и и ситуация уже была вы прошляпили первый этап вы где-то проглядели первый этап резюмируя выпуск хотелось бы донести до наших зрителей что мы все должны действовать при осуществлении наших прав добросовестно разумно справедливо нужно соблюдать нравственные принципы общества а предпринимателям правила деловой этики а этот судебный процесс показатель того когда суду необходимо было разрешить этот спор из критериев справедливости и разумности на этом все друзья подписывайтесь на канал здесь будет еще много полезного с вами был жасулан диктатура закона приятных выходных пока и и и и у